Здравствуйте, меня зовут Александр Аносов и я представляю Закон, первый антикоррупционный телепроект в Мордовии. Мы вернулись после летних каникул и сегодняшний 50-й выпуск открывает седьмой сезон программы. Минувшее лето получилось пасмурным, холодным и дождливым. Жарко было только в судах. Там не прекращалось рассмотрение коррупционных дел. Кто-то из фигурантов даже успел выслушать приговор, а кто-то только оказался на скамье подсудимых за процесс. Светила моя коллега Анастасия Семышева и все подробности в ее репортаже. Лето закончилось, а коррупционера нет. Точку в деле бывшего октябрьского прокурора Николая Парамонова следствие и суд не могут поставить уже второй год. Каждое заседание заканчивается новыми подробностями. Напомним, бывшего прокурора задержали при получении взятки в размере 300 тысяч рублей за покровительство одной из строительных фирм. По мнению Парамонова дело сфабриковано, а следователи его все места рядом с ним на скамье подсудимых. Место господина следователя, вот эта скамейка наша Рокая, должно здесь быть, а не в коридоре. И поэтому проделки, которые он совершал, в вашей честь, они бесспорно должны быть приняты во внимание судом, поскольку это насмешливое издевательство надо мной. Масло в огонь подливает и адвокат прокурора. То он отказывается отвечать на вопросы судьи в присутствии прессы. Вопрос к вам о защите. Ознакомились вы с материалом уголовного дела? Вы ознакомились с материалом уголовного дела? Я попросил убрать их. Защитник, вам суд задает вопрос. Я попросил убрать, поверьте. Проведение видеосъемок судя на стане определенно председательствующими. Я знаю, что вы определили, что надо слушать суд. Мне не нравятся ваши репортажи здесь, потом какой я плохой и так далее и тому подобное. Устраивать судилище над защитником. У меня все. Вы нарушаете звание судебного заседания? Ответьте на вопрос председательствующего. Вы ознакомились с материалом уголовного дела? Я отвечу на любой ваш вопрос, если меня не будут снимать. То возникают экстренные ситуации, решить которые могут только врачи скорой медицинской помощи. А какая именно медицинская помощь понадобилась больному? Ему было очень плохо. Судя по тому, как продвигается слушание дела, приговор мы узнаем еще не скоро. В отличие от Парамонова, бывший казначей республики Виктор Кедров охотно во всем признался и раскаивается содеянным. Жалуется, что на такой шаг его подвигла маленькая пенсия. Но о какой пенсии может идти речь, если чиновника поймали на незаконном вознаграждении еще в кресле руководителя управления Федерального казначейства по Мордовии. По версии следствия, Кедров решил поспособствовать предпринимателю Неяскина в получении гранта в размере 5 миллионов рублей на развитие семейных животноводческих ферм. Естественно, не бесплатно. Услуги стоили 1 миллион рублей. Это можно было бы назвать классическим откатом в 25 процентов, если бы Кедров трудился не в казначействе, а в минсельходе. В силу своих должностных обязанностей он, в принципе, это не мог делать. Поэтому правоохранительным органом правильно квалифицировано действие Кедрова как покушение на мошенничество. В его компетенцию не входило решение вопросов, связанных с получением вот этих субсидий, денег на развитие сельского хозяйства. Он занимался совершенно другими вещами в силу своих должностных обязанностей. Коррупционная схема была простой. Предприниматель должен был передать первые 400 тысяч рублей и пакет документов на грант 10 апреля, а затем оставшуюся сумму 11 мая. О сделке узнали оперативники ФСБ, и передача денег происходила под их контролем. Кедрова задержали с поличным. Во время первого слушания Казначей вел себя уверенно и на вопросы судей отвечал неуклонно. Защитник несколько минут зачитывал положительные характеристики, награды, каких за время государственной службы у Кедрова накопилось немало. Отличаются источники профессионализма, знания порученного дела, государственные подходы к решению и изникающих проблем. Поскольку чиновник активно сотрудничал со следствием, явку с повинной написал и вернул деньги предпринимателю, просьбу Кедрова о рассмотрении дела в особом порядке суд удовлетворил. Государственный обвинитель запросил для теперь уже бывшего Казначея наказание сроком 1 год и 8 месяцев. Кроме того, лишить его многих наград за годы работы и оштрафовать на 70 тысяч рублей, а также ограничить свободу после отбытия наказания. Какой же вынесет вердикт Фемида, узнаем в ближайшее время. Коллега Кедрова, теперь уже экс-начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков, тоже попался на незаконном вознаграждении. Впрочем, он этого не отрицает, только просит квалифицировать свои действия не как вымогательство взятки, а мошенничество. А это другая статья и менее суровое наказание. Но в деле Тундыкова, в отличие от Кедрова, чиновник имел возможность решать вопрос, за который, собственно, и получал деньги. По данным МВД, чиновник отвечал за приемку вновь построенного сельского клуба в Краснослободском районе. Тундыков должен был убедиться, что все работы подрядчик выполнил качественно и в срок. Принял акт вот этой приемки по выполненных работ по строительству объекта без соответствующей проверки. То есть должна была быть проведена проверка, все ли работы по данному акту выполнены. Он проверку не проводил соответствующую, подписывал акт, то есть работу принимал и за это получал деньги. За то, что чиновник слепо подпишет акт, он требовал 155 тысяч рублей. Деньги передавались частями. О сделке узнали сотрудники БЭП. И в очередной раз, когда Тундыков обналичивал карту у банкомата, его задержали. Сейчас суд изучает представленные доказательства. Не остался минувшим летом в стороне и начальник Саранского почтамта Сергей Чернецов. Его обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Напомню, к нему обратилась давняя знакомая с просьбой способствовать в аренде земельного участка. Чернецов заверил, мол, в администрации есть связи. Все решим. За свои услуги он попросил 400 тысяч рублей. Но все это было чистой воды аферой, считает гособвинитель. Никакого отношения он не имеет к администрации, никого того он не знал, никому он там не обращался. Это было доказано материалом уголовного дела. Чернецова задержали с поличным сразу после получения денег. Вину свою он отрицать не стал. Однако правоохранители решили проверить работу чиновника полностью. И почему-то ожидаемо вскрылся факт присвоения 180 тысяч рублей. Все эти деньги государственные. Но любят там на почте положить свой карман. Начиная от заведующего отделением связи до главбока и руководителя региональным филиалом. Теперь, правда, все бывшие. Знаю, что он распоряжается денежными средствами, которые там есть. Решил подзаработать. Для этого он попросил своего знакомого, который работал в одной организации без оформления документов, с тем, чтобы она написала заявление, чтобы он ее принял на работу оператором связи в одной из отделений связи города. Но в том, что на работу она ходить не будет, но ей будет идти стаж. Она согласилась, отдала все необходимые документы. Деньги любит Сишином. Чернецов молчал. Работник числился зарплата, пусть небольшим, но ручейком стекала в карман к начальнику Саранского почтамта. Возможное наказание он себе смягчил, признав вину и возместив ущерб государству. Прокурор это учел и просил наказание сроком 3,5 года лишения свободы, а также лишения права на три года занимать руководящие должности. Своё последнее слово Чернецов скажет в конце сентября. Но всё-таки в отношении некоторых любителей лёгких денег Фемида вынесла приговоры. Первой своё наказание услышала бывшая старшая медсестра республиканского кожно-венерологического диспансера Галина Тресорукова. История получила начало в 2012 году. Тогда и созрел план оказывать помощь на словах в получении справки об инвалидности определённой группы. Хлопоты были не бесплатны. С одной женщины она взяла 125 тысяч рублей, а с другой 75. Но никаких социальных льгот потерпевшие так и не получили. А в 2016 году медсестра вновь решила подзаработать. Только оказывать услуги она стала совсем не в медицинской сфере. За решение вопросов предоставления взамен ветхого жилья другое жильё, но большую площадь, чем положено. С одного потерпевшего она взяла 950 тысяч рублей, с другого 300 тысяч рублей. Жильё потерпевших подлежало сносу и по программе предоставлялось новое. Только мужчины хотели увеличить жилплощадь. Вместо одной однокомнатной квартиры – две. А другому и вовсе пообещало за вознаграждение помочь в получении однокомнатной и двухкомнатной квартир. Соблазн был велик. Мужчины согласились и остались у разбитого корыта. Без денег, но с положенным жильём. Весной к Трисороковой обратился ещё один знакомый. Она решила не упускать возможности поживиться и на нём. Свои услуги за содействие получения социальной выплаты во внечерёдном порядке в программе обеспечения жильём молодых семей она оценила в 200 тысяч рублей. Похищенными денежными средствами Трисорокова распоряжалась по своему усмотрению. Это была последняя махинация медсестры. Поскольку за ней уже следили оперативники ФСБ. Своими действиями Трисорокова подрывала авторитет государственной власти. Ведь для решения каждого вопроса она якобы обращалась за помощью и не бесплатно к высокопоставленным чиновникам. Всё это было фикцией и банальным мошенничеством. После получения денег по последнему эпизоду Трисорокову задержали. Ленинский районный суд признал Трисорокова виновной в совершении преступления, предусмотренной частью 2, частью 3 ст. 159 УК РФ и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условная, с испытательным сроком на 5 лет, штрафом 100 тысяч рублей, а также наложен арест на одну вторую часть принадлежащей ей квартиры. Поскольку деньги пострадавшим от её рук она не выплатила, суд постановил возместить материальный ущерб. И отсутствие работы не является уважительной причиной. Ещё один летний приговор, который мы не оставили без внимания. Помогатель денег у заключённых сам отправился за решётку. Бывший заместитель начальника 4-й колонии Алексей Лодырев признан виновным в получении взятки. История получила развитие ещё год назад. В мае 2016 года подполковник внутренней службы потребовал от одного из осуждённых за создание благоприятных условий отбывания наказания взятку в размере 100 тысяч рублей. В случае отказа он угрожал наложением дисциплинарных взысканий. Деньги Лодырев требовал с повара колонии, который отбывал наказание за разбой и убийство по неосторожности. Осуждённый на предложение заместителя ответил отказом и сообщил сотрудникам ФСБ. Офицеры стали проверять, а 8 июня 2016 года задержали при передаче денег. Свою вину офицер ФСИН отрицал и говорил, что дело сфабриковано. Суд же посчитал собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного вердикта. Приговором суда бывшему сотруднику исправительной колонии назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также Лодырев обязан выплачивать штраф в размере 4-х миллионов рублей в доход государства. Решение в законную силу пока не вступило. Несмотря на то, что лето – традиционный период отпусков, оперативные службы и прокуратура не прекращали борьбу с взяточниками и казнокрадами. За последние три месяца на столах следователей, полиции и СК появились несколько уголовных дел. Кто стали их фигурантами, узнала моя коллега Дарья Берясева. Далеко не всем летом удалось отдохнуть. Некоторым свою подпись пришлось поставить не в заявлении на отпуск, а, например, в протоколе допроса. Речь о фигурантах новых уголовных дел коррупционной направленности. За период с июня по сентябрь 2017 года следственными подразделениями Следственного управления по республике Мордовия возбужден ряд уголовных дел коррупционной направленности. Среди уголовных дел фигурируют такие, предусмотренные статьями УК РФ, как служебный подлог, а также коммерческий подкуп. В июле в Мордовии прогремела новость о представителе одной из коммерческих организаций, который, устраняя конкурентов на аукционе, пытался их подкупить. В июне текущего года администрации Качкуровского муниципального района был объявлен аукцион на заключение договора аренды земли сельскохозяйственного значения. Заявки на участие в данном аукционе подали три фирмы, в том числе представителем которой являлся подозреваемый. Устранить конкурентов было решено с помощью вымогательства и угроз. Подозреваемый действием в интересах представляемой им коммерческой организации обратился к одному из участников данного аукциона, чтобы он ему передал денежные средства в размере 200 тысяч рублей, для того, чтобы он от участия в данном аукционе отказался. В случае отказа в передаче денег он угрожал представителю коммерческой организации тем, что в последующем он будет подавать жалобы, чтобы аукцион признали недействительным. О преступном предложении мужчины участник аукциона молчать не стал и обратился в полицию. С этого времени подозреваемый был под контролем оперативников. А в июле, сразу после получения части денег, в сумме 170 тысяч рублей его задержали. В настоящее время уголовное дело находится в производстве, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Еще одно уголовное дело было возбуждено по результатам проверки, которую провела Розаевская прокуратура. По ее результатам был выявлен факт хищения денег, которые были выделены на снос аварийного дома. Установлено, что в рамках реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Мордовия в городе Розаевка в 2014 году были снесены 15 многоквартирных домов. В феврале 2015 года на снос шести расселенных домов директором муниципального бюджетного учреждения городского поселения Розаевка «Коммунальник» с директором общества с ограниченной ответственностью «Техностройпро» был заключен муниципальный контракт стоимостью 350 тысяч рублей. Спустя время ООО предоставило подписанные акты выполненных работ, судя по которым все дома были снесены. В итоге учреждение «Коммунальник» перевело на счет «Техностройпро» всю сумму, соответствующую договору. Однако проверка прокуратуры показала, что не все условия контракта были выполнены. А точнее, не все дома были снесены. Один многоквартирный дом, стоимость сноса которого составляла 65 тысяч рублей, был не тронут. Результатом проверки стало возбуждение уголовного дела по статье «Мошенничество». Прокуратура Кавыкинского района после проведения проверки в проведении конкурса по отбору организаций для осуществления капитального ремонта многоквартирных домов также собрала материалы, которых хватило на возбуждение уголовного дела. Открытый конкурс Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов проводил в ноябре 2015 года. На повестке был ремонт крыши в трех домах в городе Кавыкино. Победителем был выбран ООО «Жилстройкоммунинвест» и тогда же был заключен договор на сумму 6,5 миллионов рублей. Однако при заключении сделки ООО предоставило фонд поддельную банковскую гарантию. В итоге это было выявлено и стало поводом для возбуждения уголовного дела по статье «Использование заведомого подложного документа». Кроме того, межрайонным прокурором в Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов внесено представление об устранении всех нарушений закона. Встретимся уже через две недели в это же время на нашем канале. Они настойчиво ждут от тебя благодарности? Они просят понять, ведь у них тоже есть начальники? Они быстро решают проблемы только для своих? Не корми коррупционеров. Живи честно. Телефон дежурного прокурора Мордовии – 475-505. Круглосуточно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok